Субтитры делал DimaTorzok Вагоны стоят, вокзал недалеко, отсюда видно вагончики Вот такое старое здание Вот еще одно Одиннадцатый год Это литовское консульство, что ли? Литовос республикос генералемис консулатес Она круче черешни Черешня все равно, мне кажется, в ней какой-то элемент искусственности есть А это прям настоящее Вон, черное наверху Дотянусь, нет? Рост выручает Огнем и мячем Генрих Сенкевич огнем и мячом Вот тебе, Йенцик Польский Где еще так легко читается польский, как Невгродно? Первые погодные ночи на правом брегу Посовавшие в керунку Днестру Оршак Сложенный Криконасту люди Шли bardzo вольно, праве, нога за ногу Остерозно Теперь зачиняемся Наступный крыльник Середняя школа номер 36 Уважаемые пассажиры Помните, мы обязаны оплатить проезд Набывайте проезд на руку В шагу проезда В шагу проезда В шагу проезда Автобусный парк Город Грома Предложить работу водителей Из кредитного енда Дополнительно предоставить Эльцовозможность работы В условиях внутреннего совместительства С увеличением заработной платы До 1700 рублей Продолжение следует... Категорию Д При наличии категории С За счет средств Властелям предоставляется Уважаемые пассажиры И на первом дне арендное жилье В справке по сих пор 50 90 04 Поỹ человеку Не поддерживают Для начала Категория Категория Середняя школа номер 36 Переезжаю в хостел, еду на 16 До хостела не идет, до вокзала, пешком пройду А то следующий автобус 17, который мне нужен, будет только в начале 3 Входят по расписанию, на выходные очень редко, примерно раз в час Обе руки заняты, рюкзак умудряюсь снимать Вишня растет во дворах, вчера уже полакомился немного Улица Лиможа, а через дворы туда дальше, параллельно Переезжинского Погрузился в спальные районы Гродно Только что солнце было, надеюсь под дождь не попаду с вещами Компостеры, все как 30 лет назад Суббота сегодня хороший день такой С утра солнце было Не душно, не жарко и не холодно Средняя школа номер 28 Остерожка, двери зачиняются Наступный рынок Животный рынок На утопуске рупается на маршруте На шестнадцать, по улице, белый рамус, вишнявец Вишнявец Зажимаем, это сочетание, изберите правительство Наступный рынок На площадке, сочетание, сочетание Наступного рынка Наступного рынка Наступного рынка Встречи, чем передавать или принимать из чужих рук Наступный рынок Задумайтесь А в плане далеко не уедешь Задумайтесь 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 Продолжение следует... 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 он черная наверху дотянусь нет рост выручает ну какая кополек такой аккуратный это литовская консульство что ли литовос республикос генералинес консулатас литовская консульство как орла маркса следующее потому что я сейчас свернул на улицу кирова а я вчера гулял следующая должна быть карла маркса так что почти пришли и 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 Где еще так легко читается польский, как не в Гродно? Первые погодные ночи на правом бжегу, посовавши в керунку Днестру, оршак сложенный кольку наста людзи, шли вольно, праве, нога за ногу, на самом шедде. А вот вторая книга, не знаю как переводится, Вильчаки, как это будет на английском или на русском. О, 83-й год издание, еще польская «Жечь Посполита». Правление Зигмунта III не было счастливым в Речи Посполитой. Вот как раз при Зигмунте III достроили польский костел, где мы вчера снимали молитву наверху. Его начали строить в 1494-м, а закончили в 1595-м, как раз при Зигмунте III, польском короле. Видите, везде живая история. Книжки прочитал, пошел посмотрел вот здесь, буквально 100 метров. Липа какая рясная, рясная липа такая. А этот красавчик, привет из 80-х. Ну, это точно 70-е, 80-е. Как он вмещается, бедолага, по этим узким улочкам. Это придает дополнительное очарование. Огромные махины, такие троллейбусы по таким узким средневековым улочкам. Тут же такси, тут же троллейбус, Липа и Хенрик Шенкевич огнем и мечом. Огнем и мечом. Я возьму ее, почитаю в хостеле. Росжал, Джевенте, часть 9-я. А, это получается уже вторая книга, да? Первой нет у меня. Или эту взять, почитать. Или оставить их на скамейке под дождем, жалко. Вымокнут. О, красавчик. Шоу старых троллейбусов и автобусов. Сидишь такой, да? Наблюдаешь, как они красуются по улице Социалистичной. Я хочу посмотреть старые названия Гродно, как они раньше назывались. Наверное, были названия королевские всякие, купеческие, рыночные. Потом, конечно, все переименовали. Потом, наверное, польские были названия с 19 по 1939 год. Польша здесь была в Западной Беларуси. 20 лет под поляками. Надо почитать историю. Кто-то говорит, что под поляками тяжело жилось. Они плохо относились к беларусам. Кто-то, наоборот, вспоминает это время как хорошее. 20 лет под Польшей. Все это надо изучать, читать, интересоваться. Ладно, пойдем. Пора в путь. Еще один красавчик нарисовался. Только камеру отключил, и он тут показывается. Вот эту возьму книжку, почитаю. Верная книга, она потому что полная. А Щенкевич только вторая часть. Вторая книга с середины. Издательство 1983 года, как новенькая. Нарушает покой старых улочек. Подзаряжается электричество. Электрический я, электрический ты. Да, эти дома помнят многое. Такие пласты истории здесь заложены. Один за другим гоняют раритеты. Только провода шумят. Живец. Завше доброе. Живец. Прямо. 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 Ребята. Смотрите, какая красота. Улица Карла Маркса. 14, а не надо 11. Через пару домов. По нечетной стороне, вот такой, значит. Скорее всего, вон там. Вот такие вот контрасты, да? Открытка. Это открытка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впервые видел католический обряд венчания... И снова с нами Элиза Ажешко... Вообще расположение огонь просто... Киптаун Хостел Гродно... Время полтретьего... Сейчас он подойдет, заселит... Открытка... Я завтра утром пораньше стану, пойду гулять по пустым улицам... Буду для вас снимать... Стою под каштаном... А, ну вот окна Хостела сюда выходят... Вижу одно, второе... Продолжение следует... Так вышел такой, сразу попадаешь в средние века... Сидишь такой в интернете, смотришь... Какой у него средневековый фильм... Захотел посмотреть, как это было... Вышел и сразу попал в католический костер... Захотел... Продолжение следует... Продолжение следует...